О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! 16 июля состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории нашего района. На 16 июля 2020 года в Янаульском районе зарегистрировано 121 случай новой коронавирусной инфекции. Из них находится на госпитализации 9 человек в инфекционном отделении Янаульской районной больницы и 10 человек находятся на амбулаторном лечении с легким течением болезни. Выписано с выздоровлением 94 человека. На карантине под медицинским наблюдением находятся 12 контактных лиц. Последний случай коронавирусной инфекции зафиксирован у работника пекарни, в связи с чем будут приняты противоэпидемические меры по изоляции всех контактных по месту работы заболевшего и по месту его жительства. Будут организованы мобильные бригады для проведения медосмотра в селах Байгузина у Ракаева-Гудбурова. В целом ситуация такая, мы должны прерывать путь передачи инфекции. На сегодняшний день нормативные базы достаточные по профилактике ковид. Есть действующие санитарные нормы и правила, есть все рекомендации, которые предлагают работодателям определенный перечень мероприятий, чтобы не было распространения ковидной инфекции в организации. Там четко алгоритм прописан. Начиная с утреннего фильтра, что на работу персонал приходит, проходит обязательную термометрию, обязательное общение, средства защиты, СИЗы, ношение масок, социальное дистанцирование, дезинфекция, проведение текущей дезинфекции в течение дня несколько раз разрешенными препаратами, проветривания помещений и так далее. Значит, этого, можем сказать, не было. Оперативный штаб рекомендует населению вышеперечисленных населенных пунктов в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдать меры самоизоляции контактным в течение 14 дней и при проявлении клинических признаков респираторного заболевания не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 6 тысяч человек. За сутки выявлено 57 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 16 июля в Янаульском районе зарегистрировано 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находятся на госпитализации 8 пациентов с средней степенью тяжести заболевания и получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении на Ульской ЦРБ. Один пациент переведен в УФУ на дальнейшее лечение. 10 пациентов находятся на облаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 94 пациента. Итого на данный момент в районе 19 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID-19. На карантине на 14 дней находятся 12 контактных лиц. За 3 дня текущей недели лабораторно подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Продолжается плановый забор мозгов у групп риска на COVID-19. За весь период работы проведено 4257 исследований. Бригадой поликлиники в день проводятся заборы в среднем от 60 до 80 мозгов у контактных. За весь период экспресс-диагностика при экстренной госпитализации проведена 645 человек. И у 80 пациентов получен положительный результат анализа. За весь период также в районе зарегистрировано 18 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 48 геноульцев. Продолжается рост заболеваемости в небольничной пневмонии и вирусной теологии. Сейчас в стационаре получают необходимую медицинскую помощь с диагнозом в небольничной пневмонии 12 человек. Население настоятельно рекомендуем при появлении клинических признаков респираторного заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью. Обращаюсь к населению с просьбой продолжать соблюдать простые, но действенные меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Обязательно носите маски в общественных местах и закрытых помещениях. Сохраняйте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом. Рекомендуем воздержаться в проведении больших семейных праздников с приглашением большого количества родственников и друзей. Всем здоровья! В среду, 15 июля, с рабочим визитом в наш район посетил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев. В течение нескольких часов он осмотрел свыше 10 объектов. Подробности далее в эфире. Первым пунктом на пути следования министра ЖКХ стал Центр обслуживания клиентов организации мехуборка. Ежедневно офис посещают более 70 человек. Здесь они могут оплатить вывоз твердых коммунальных отходов. Современные контейнеры установлены как в городе, так и на селе. К началу 2019 года их закупили и для 34 деревень Янаульского района. Борис Беляев внес лишь одно предложение – закупать контейнеры не только зеленого цвета, а вести раздельный сбор мусора, для этого поставить емкости других цветов. Логичным продолжением визита стал выезд на полигон твердых коммунальных отходов. Его стараются держать в чистоте, однако по-прежнему остается проблема утилизации и переработки крупного мусора, в том числе бревен и спиленных деревьев. Для этого необходимо закупить специальное оборудование. Есть проблемы и в части оплаты за вывоз мусора. Их Борис Беляев взял на контроль. Побывала делегация и на территории предприятия Янаул-Водоканал. Вместе они осмотрели строящийся объект. Здесь планируют развернуть ремонтные боксы и токарный цех. Полным ходом в Янауле идет реализация проекта системы общественных пространств «Северные ворота Башкортостана». Только на елочной площади предстоит освоить 40 миллионов рублей. Совсем скоро здесь появится 3000 квадратных метров брусчатки, живая ель и современное освещение. Объект планируют сдать уже в этом году. Свой внешний вид скоро поменяет и привокзальная площадь. Ежедневно со станции Янаул отправляется свыше 750 пассажиров. Есть все шансы сделать город привлекательным не только для инвесторов, но и для туристов, отметил министр. Далее Борис Беляев осмотрел котельную номер 2. В прошлом году предприятие «Башкоммунэнерго» освоило 5 миллионов рублей. Закупило две емкости для хранения аварийного топлива. Для завершения проекта модернизации необходимо еще 13 миллионов. Предстоит провести топливо и теплопроводы, установить освещение, пожарную сигнализацию, провести обвязку емкостей. Здесь же в котельной прошло совещание руководителей коммунальных служб города. Вместе с министром ЖКХ они обсудили возможные пути решения такой проблемы, как замена теплосетей. Сейчас она находится в плачевном состоянии. Делегация проинспектировала реконструкцию самотечного участка канализационного коллектора по улице Победы. Гости города смогли оценить и масштабы проведенных работ по республиканским программам. Башкирские дворики и ремонт подъездов в многоквартирных домах побывали на улицах Станционной, Ломоносова и Юбилейной. Во время поездки Борис Владимирович дал положительную оценку инфраструктурному развитию района и его благоустройству. Сегодня была очень такая плодотворная поездка по городу Юнаулу, по Юнаульскому району. Во-первых, мы обратили внимание, какая чистая территория, благоухоженная, такая красивая, в цветах вся, покошенная. Но это тот как раз самый случай, который соответствует году эстетики, который объявил Радим Фарид Шахабиров непосредственно в этом году. Мы видим, как на самом деле тут добрые люди проживают. На самом деле мы сегодня посмотрели, как проходит день чистоты. В городе Инаулк-Среда у них это такой, можно сказать, день, где выходит население и начинают белить бордюры, подметать, убирать смет, там где-то такие сухие ветки. Ну и, соответственно, поливать там ту или иную, те или иные цветы. Ну это здорово, я удивился, конечно, для такого маленького городка. На самом деле такая чистота, красота и столько много цветов. Ну поразило. Первое, второе, мы сегодня проехали по тем объектам, которые входят у нас в формирование комфортной городской среды. Посмотрели, как ремонтируются наши дворики башкирские. И, конечно же, посмотрели, как ремонт подъездов идут и ремонт МКД. Встречались с нашими коммунальными службами. Есть над чем работать. У нас есть котельная, у нас идет подготовка к зиме в Инауле. Активно идет, очень такая профессиональная управленческая команда в городе Инауле. Активная глава. Очень приятно это было видеть. Ну и, конечно же, мы смотрим, как здесь реализуется наш проект всероссийский, победитель конкурса. Вот, железнодорожный вокзал. Вот эта территория очень красивая. Она будет, я думаю, со временем уже, как только мы ее отремонтируем в соответствии с этими федеральными средствами. Ну, я вижу, как развивается город Инаул, Инаулский район. Дай Бог успехов. Со стороны республики, конечно, мы окажем всевозможную поддержку. В тех вопросах, которые сегодня поднимал Ишат Акзамыч. Мы постараемся, чтобы котельная первая, которая у вас существует, мы могли ее включить в фонд реформированного содействия жидко-коммунального хозяйства, ее реконструировать и, соответственно, отремонтировать те сети, которые к этой котельной подходят. Утром 16 июля на опасном участке автодороги Инаул-Воеды произошла серьезная авария. К счастью, в этом происшествии никто не погиб. Самостоятельно выбраться из искореженной машины водитель 1994 года рождения и его пассажир не смогли. Им понадобилась помощь. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим. 16 июля примерно в 10 часов на третьем километре автодороги Инаул-Воеды водитель, управляя автомобилем марки Рено Меган, двигаясь со стороны деревни Воеды в сторону города Инаул, на опасном участке дороги не справился с рулевым управлением и съехал в кювет по ходу движения транспортного средства и совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы в ЦРБ. Некоторые жители села, несмотря на противозаконность действий, продолжают бесплатно пользоваться водными ресурсами. В связи с расхождениями показателей домовых приборов учета жителей и общего счетчика села Карманово, а разница была внушительной, практически в три раза была меньше контрольной цифры, в этом селе была организована проверка. Мы здесь приводили в порядок. Опять накидали муха. 14 июля сотрудники предприятия тепловодоснабжения организовали рейд по поиску возможных порывов. В ходе осмотра колодцев за движками Кармановского водопровода, внутри двух из них специалисты обнаружили довольно недлицеприятную картину. Пустые бутылки, старая одежда и даже оконное стекло. Вот неполный список того, что скинули сюда нерадивые жители села. В прошлом году работники уже чистили эти колодцы, однако они вновь были заполнены мусором. Но не только в колодцах люди складируют свой мусор. Третью по счету свал люди организовали в лесопосадке вдоль железнодорожных путей. Найти вредители помогли подписанные школьные тетрадки. Вместе с управляющей делами Кармановского сельского совета Лилии Ахмадулиной комиссия отправилась к нарушителям и провели разъяснительную беседу. Не лучшим образом поступают и жители соседнего дома. Прямо за трубопроводом они организовали свалку старых кустарников и веток, что также незаконно. По сообщению директора о тепловодоснабжении выехали на местность, на улицу Салават-Юлаева, подтвердить выброс бытового мусора ненаселенного пункта за железной дороги. Принадлежность мусора выявляли. Это оказались жители села Карманово. Хотя контейнеры бытового мусора расположены, имеются неподалеку от них. Они вот через такие дебри ходили, выкидывали мусор. Они сами тоже не отрицают, что это ихний мусор. Пожалуйста, всем предупреждаю, чтобы в дальнейшем свой мусор утилизировали ветки, которые горят в тетради. Они же и в печке можно затопить. Зачем выкидывать на территорию, тем более посадку захламлять, природу обезображивать. Мы взяли обязательно, что уберут свой мусор. Но через некоторое время мы проверим наличие этого мусора. На этом проверка не закончилась. Специалистам все-таки удалось узнать, куда уходит вода. Они обнаружили незаконную врезку в трубопроводе. Попытались достучаться до хозяина во всех смыслах этого слова. Однако сделать этого не удалось. Мужчина не вышел на контакт, но отвечать за свои деяния все же придется. На улице Садовая, дом 4, нами была обнаружена незаконная врезка. Если здесь обратить внимание, мы видим, что врезка осуществлена непосредственно в наш эксплуатируемый водопровод. Хочу также сказать, что данный водовод мы эксплуатируем с 2015 года. По сегодняшнюю дату жители данного дома на подключение к центральной системе водоснабжения не обращались. То есть, они произвели самовольную врезку. На основании чего нами был составлен акт. И, соответственно, мы будем вынуждены обратиться к ним с претензией. Такие рейды сотрудники тепловодоснабжения проводят регулярно. И напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И нарушителям придется не только отдать своей кровной за потраченную воду, но и заплатить солидный штраф. Кульнара Голикова, Нил Сафин, Служба новостей и Наульского телевидения. Жители Башкирии продолжают гибнуть на воде. Всего с начала сезона в республике утонуло больше сотни человек. Спасаясь от зноя, люди выезжают на необорудованные места купания, забывая о всех мерах предосторожности. Подростки зачастую выезжают одни на водоем без присмотра родителей, что тоже весьма небезопасно. Во вторник, 14 июля, на рейд вышли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и волонтеры МЧС России. Местом проведения проверки стал пруд, расположенный в нескольких километрах от Янаула. Отдыхающих в этот день было немало. Это и молодежь, мама с детьми, и школьники на велосипедах. Они получили памятки и рекомендации купаться только в оборудованных местах. О том, что купаться здесь запрещено, сообщают и установленные на берегу аншлаги. Для предупреждения гибели людей на воде сотрудники Государственного пожарного надзора приняли и принимают участие в организации рейдов по местам, запрещенных для купания, в необорудованных местах, для того, чтобы населению довести информацию и памятки по предупреждению гибели на воде, о мерах безопасности, о том, что запрещено купание в неотведенных местах, о том, что запрещено купание в нетрезвом состоянии, и самое главное, что нельзя оставлять детей без присмотра на водоемах для предупреждения именно детской гибели. На сегодняшний день обстановка с гибелью людей на воде очень тяжелая. За прошедшую неделю в республике погибло на воде около 40 человек, в том числе, к сожалению, и дети. Для предупреждения гибели людей на воде администрации района, сотрудниками полиции и Государственного пожарного надзора, а также волонтеров МЧС России организованы рейды. За установление и выявление мест купания людьми в запрещенных местах составляются административные протоколы. А также за нахождение и купание в нетрезвом виде также предусмотрена административная ответственность. В том числе к родителям, которые оставили детей одних во время купания, также предусматривается административная ответственность. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 16 июля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришел житель Янаула Азамат Сахратов. Он планирует открыть сервис для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники и грузового транспорта. Для этого ему необходимо закупить специальное оборудование. В планах возвести отдельное здание, для чего он хочет приобрести земельный участок. Специалисты предложили возможные варианты решения этого вопроса и обсудили варианты господдержки его проекта. Данный проект автокомплексу 7 будет осуществлять ремонт двигателя внутреннего сгорания для сельскохозяйственных техник и обслуживание аппаратуры высокого давления. Это принудительный выпрыска и система Камн-Рейл. Осуществление проекта намерено на 2020-2021 год. С 2020 года в Республике Башкортостан предоставляется адресная социальная помощь на основании социального контракта. Ее можно назвать спасательным кругом для малоимущих граждан. Заключается он на срок от 3 до 9 месяцев и может помочь нуждающимся жителям решить сложную жизненную ситуацию и повысить свои доходы. Адресная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим гражданам, которые имеют средний душевой доход, ниже величин прожиточного минимума. Социальный контракт – это специальный договор, который оформляется между соцзащитой города Нефтекамск и малоимущим безработным гражданином сроком от 3 до 9 месяцев. При оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта безработным малоимущим гражданам центр занятости содействует по следующим направлениям. Поиск работы. Согласно условиям социального контракта, в случае официального трудоустройства безработного малоимущего гражданина, соцзащита предоставляет ежемесячную денежную помощь в размере 10 434 рубля сроком от 3 до 9 месяцев. Это помимо заработной платы. Также малоимущие безработные граждане могут обучиться по профессиям, востребованным на рынке труда. В этом случае предусмотрены ежемесячные выплаты более 10 000 рублей и единовременные выплаты в размере стоимости обучения не более 30 000 рублей. И еще одно направление – это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По данному направлению планируется выделение единовременной выплаты до 250 000 рублей. На сегодняшний день в Янаольском районе по социальному контракту трудоустроен один заявитель в централизованную бухгалтерию по направлению поиск работы. Еще 12 безработных граждан сдали пакет документов на рассмотрение соцзащиты и 9 собирают пакет документов. По всем интересующим вопросам можете обратиться в центр занятости по номеру телефона 5 2909. На этой неделе в мечети деревни Ахтиял состоялось рабочее совещание по вопросу определения порядка организации проведения Курбан-Байрама в нашем районе. На встречу собрались руководители религиозных объединений района, чтобы совместно с органами местного самоуправления обсудить актуальные вопросы. Вел заседание имам Мухтасип Янаульского района Фагим Валеев. Он рассказал о необходимости соблюдения во время мероприятий Курбан-Байрама всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором. В ходе совещания руководитель ветеринарной станции Ильвер Вильданов сказал, какие животные принимаются для жертвоприношения. Они должны быть здоровыми и приобретены в проверенных местах. Секретарь районного совета Вильни Гмазянов также рассказал о мерах предосторожности во время проведения праздника и какие реализуются программы в нашем районе. Вот сегодня мы собрались в деревне Ахтиял. Мещете, которая выступила, только что начала работать, в полном объеме, потому что вот в этом году монораз сделали, отделку сделали. Вот люди собрались, чтобы вот это отметить праздничным обедом, вот это мероприятие. Очень много своих людей из Махаля пришли, районные имамы пришли. Вот Вильяр Ильич приехал специально поздравить по этому вопросу, по этому случаю. И в будущем у нас вот за последние 25 лет 20 мещетей восстановили, построили и восстановили. Вот это мещет у нас в плане было потихоньку, из начальной школы превратили в мещет. Очень много было, конечно, затрат, много было затрат, но народ Ахтиял, они спасибо им большое, что они вот это сделали своими силами, без помощи извне. И вот 31 июля в 8 часов утра у нас в районе во всех мещетях праздничный намаз будет, гаид-намаз. Я приглашаю всех в мещеть. И после этого только, это хурбан, гаид называется, после намаза только хурбан-чалубла. Вот поэтому заранее нельзя совершить гурбан делать. Относительно того, что для чего это гурбан делается, для чего мы должны жертву приносить, это ритуальные, это для того, чтобы мы должны исполнять то, что нам велел Всевышний Аллах. Вот он сказал, в этот день обязательно необходимо хурбан делать. И вот наши мусульмане этим правилами живут. Торжественное открытие читального зала книги «Цвета лета» состоялось в Янаульской центральной районной библиотеки 15 июля. Библиотекаря подготовили флешмоб с приветственной речью. К собравшимся обратилась руководитель центральной районной библиотеки Гульнара Валеева. Очень рада, что вы пришли к нам в гости, не пожалели своим временем. Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее. Ответ был простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он, читайте им сказки. А если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте еще больше сказок. Библиотекари подготовили интересную развлекательную программу. Песни, веселые конкурсы, интересные головоломки, настольные игры, викторины пришлись по душе зрителям. Для малышей подготовили театрализованное представление сказки в гости к нам. Молодежь оценила тонкий юмор, репризы, случай в библиотеке. В уютной беседке был организован буккроссинг, представлены книжные и журнальные новинки. Рядом расположились творческие и развлекательные площадки. Желающие могли сделать селфи с книгой, принять участие в акции «Фото иллюзия» с любимой книгой. Угадать произведения по представленному блюду, решить и ребусы, отгадать загадки. Читальный зал под открытым небом будет работать в течение всего лета. И, как надеются организаторы, станет одним из любимых мест и на улице. Чтение на свежем воздухе не только полезно, интересно, но и удобно. Здесь, в летнем читальном зале, может быть читателем любой прохожий, без всяких условностей. Главная наша цепь – это организация культурного досуга нашего населения. Детей, подростков, молодежи, взрослого поколения. Здесь можно будет почитать книжки, полистать журналы, поиграть в настольные игры, поучаствовать в конкурсах, быть участником буккроссинга, который основан на принципе «прочитал, а дай другому». То есть можно унести эту книгу, а принести свою. А если читатель желает прийти в библиотеку, пожалуйста, он приходит, выбирает то, что ему нужно, записывает формуляр и уносит с собой для того, чтобы прочитать и вернуть обратно. А эти книги, которые будут лежать в летнем читальном зале, не нужно будет приносить обратно. То есть можно оставить в любом месте, в магазине, в аптеке, в парке или увезти с собой куда-нибудь на отдых. Принести свои книги взамен, оставить, чтобы кто-то другой взял их, прочитал и тоже где-то оставил. Так получается круговорот книг. Такое прекрасное место создали мы для своих пользователей. Мы приглашаем всех к нам, чтобы провести с пользой и читая, и наслаждаясь свежим воздухом, красотой, почитать книжки и полезно провести время. Ассоциация легкой промышленности Башкирии и Уфимский государственный нефтяной технический университет создали коллекцию школьной формы. Она отвечает предпочтениям детей и их родителей, и, конечно же, техническим требованиям. Стоимость полного комплекта такой формы не превышает 4000 рублей. Об этом стало известно во время очередного часа образования в онлайн-режиме. Его глава республики Ради Хабиров провел в последних числах июня. Большинство школ уже приняли школьную форму. В прошлом месяце наш район посетили создатели коллекции. Родители смогли оценить готовые образцы формы. На этой неделе производители приедут с выставкой, где родители смогут уже приобрести приглянувшийся комплект одежды. Как вы уже знаете, наш район вошел в число пилотных районов по введению единой школьной формы. И вот на текущей неделе, 17, 18 и 19 июля, производители школьной формы приедут на выставку продажу единой школьной формы, единых образцов. Показ и продажа этой коллекции состоится на базе средней школы номер 4. И мы приглашаем наших уважаемых родителей еще раз посмотреть эту школьную форму и принять решение о ее приобретении. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 18 июля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1770 году, русские войска под командованием Румянцева разгромили превосходившую в два раза османскую армию. В сражении с 80 тысячами турок было потеряно около 100 человек убитыми и ранеными. За успех на реке Ларга Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени. Субтитры создавал DimaTorzok